Субтитры делал DimaTorzok Тут даже в сезонке поносовали каких-то костюмов, перекрасов, опять вот этих вот частей экзоскелета уже везде, и в акциях экзоскелета, и в сезонке экзоскелета есть вот тут перекрас на этого сэра частилота, это такой вот компаньон, и все, ну короче, нового ничего нету, вообще ничего нового нету. Ну и давайте тогда уже посмотрим вот это вот от устаржения горгонидов, который типа новый. Я вот точно не помню, но мне кажется, что вот тут вершинки, которые здесь есть, они уже повторяются. Вот так он выглядит, не знаю, сделан вроде в виде головы змеи, что ли. И вот здесь видите, как хитро сделали, типа засунули два средоточия превосходства, и рядом, и возле него вот вершинка на этого, на полома под названием наемник. Так, вершинка его будет работать, типа ты убиваешь там мобов, и на тебе там какой-то появляется эффект, и в следующий раз при вступлении в бой твое, твой урон будет увеличен на 150% в течение 10 секунд. Я даже не знаю, как это можно будет использовать нормально. Потом здесь вот две вершинки средоточия превосходства. Также есть, где тут она вот, сейчас покажу. Вершинка классная. Где же она? На божественное оружие клинки Кира. Где же, где же, где же ты? Вот она. Называется Гнев Кира. Клинки Кира дополнительно накладывают на цель негативный эффект, который в течение 10 секунд повышает ваш урон по этой цели на 25%. И это вот такая вершинка, здесь их вроде две. Сейчас вторую еще покажу. Вот она. Это получается, что, наверное, два ранга. Из этих вот Гнева Кира это получится, что, наверное, по логике будет увеличено, наверное, на 50%, да? Получается, вот, если я прокачаю две вершинки, так же тут есть еще одна вершинка. Да, сейчас покажу. Расщепитель называется. Эта вершинка будет увеличивать урон божественной пушки и излучатель Флавия. Так, и еще тут вроде было из такого, из общего усиления, где-то вот здесь тоже. Там, по-моему, на усиление, вот. Так. Это не одно. Ну, короче, там будет усиливать, а вот, называется, на злобу дня. Это за убийство врага вы будете получать эффект злости, сумеющейся до 10 раз и увеличивающий урон подбираемого оружия на 15% за каждый уровень эффект. То есть, подбирающее, да, как я понял, только трофейное оружие, да, получается. Ну, вот, вроде так, общих вершинок тут больше нету. Остались другие только классовые вершинки. И вот еще два средоточия происходства находятся справа и слева, и с левой стороны. Так, ну, из интересного тут вот, вроде я посмотрел, и таких вот особо имбовых вершинок я не увидел. Но здесь вот есть вершинка на лучника, кстати, она почему-то... Есть вот вершинка на мастера теней, здесь вершинка на лучника, но она изображена иконкой мастера теней. И суть этой вершинки в том, что, когда вы играете из-за лучника, то из этого... Из газового облака, когда он стреляет на электролизованной стрелой, то это облако он взрывает, и потом получает все урон, короче, в этой области, и потом увеличивает урон по лучника по врагам на 250% в течение 8 секунд. Ну, по-моему, это вот самая классная вершинка, возможно, лучник будет имбой, но точно не знаю. Также есть вершинка на монаха, но она как-то по описанию не особо сильная. Называется Пусть все горит. Там, короче, он в области горящей земли получает на 30% больше урона от группы. Все, короче, новое, и потом еще, когда ты прожимаешь пылающий посох, еще, получается, урон получает дополнительный. Но это непонятно, будет какая-то имбовая или нет. Потом у некроманта есть вот вершинка, которая работает по типу, там, пушки. Пекла теперь ослабляет противников, увеличивает урон по ним на 25% и время останавливает его бесконечное. Также урон в легче увеличен на 20%, если он стоит в пекле. Так, потом некроманта тоже какая-то тут не особо сильная с этими, он стандартный на увеличение с этими сборами 10 бафов, и от каждого бафа тут 3% усиления. Идем дальше, что у нас тут еще? Вершинка вот на танк, на паладина. Ну, вроде так ничего, но я не вижу тут ничего имбового. После, короче, ты делаешь натиск, и после этого враги будут получать на 100% больше урона от паладина и на 30% больше от группы в течение 10 секунд. Потом вершинка на музыканта. И по действию она схожа на вот эту вот, на донатную пушку Джинкс. По описанию то же самое, как и описание у пушки. Так, ну и тут что у нас? Тут алхимик, тут стандартная саппорская вершинка. Получается, эктоплазмой атакуешь врага, который ослабляет его на 10 секунд, уменьшая урон врага на 20%, увеличивая урон группы на 30%. Ну и тут мастер теней, комбо-удар мастер теней, с некоторой вероятностью получится, появится улучшенная версия резни, которую можно будет применять без невидимости и которая наносит на 100% больше урона, ослабляет противника, увеличивая урон группу по нему на 20% на 10 секунд. Ну и вот как бы все. Из прикольного, я думаю, наверное, вот эти вот клинки Кира, там даже будет сколько-то, на 50% да, будет увеличивая урон по мобу. После того ты прожал клинки Кира и сразу потом можно будет дамажить. Я что-то даже не знаю, в какую сторону мне идти. Было бы прикольно взять этого на некро вершинку. Но на лучника, я не знаю, я им играть-то не умею, да и у меня и пушки на лучника нету. А в эту сторону я бы взял вот на паладина тоже вершинка классная. Но тут получится, придется выбирать, куда идти, влево или вправо. Наверное, все-таки пойти вправо, что ли. Даже не знаю, ладно, или вообще сначала пойти вот сюда и взять вот эти вот гневки. Короче, прокачать. Все. Ну вот, как-то такой вот атлас вторжения горганинов. Особо интересного я тут ничего не увидел. Какие-то там новые механики, вообще что-то. Вот эти вот в основном бафы, которые ты собираешь. 10 бафов и бафов, и потом ты... За каждый баф там по 3% урона увеличивается. Да, ну вот, и те, кто, может быть, хотел узнать, что сейчас происходит в игре Skyforge, да ничего нового вообще не происходит. Парают опять вот эти вот части, экзоскелеты везде суют. В сезонке вообще ничего нового там интересного не добавили. 20 вторжения тоже тут. Какие-то, походу, я чувствую, что вот такие вот вершинки уже были. Просто тупо подняли опять циферку мобом, и 39-й раз проходи заново все то же самое, что ты уже давно прошел. Вот, как-то так. Спасибо за просмотр, и всем пока.